Всем привет! Ну что ж, начинаем грандиозную работу по созданию цветника, миксбордера. Здесь никогда на этой территории ничего не выращивалось. Земля дернина, в общем целина. Цветник будет идти вдоль фасада всего дома и плавно перетекать вдоль всего забора. Там остается еще у нас 3 метра, это мы трогать не будем. Кирпичи от строительства дома все уже убрали. Здесь осталось по мелочи, подоны, клеенка, кое-какие кирпичи. В общем разбирать будем. Дальше будет вся эта территория вскапываться, убираться весь этот дерен, трава, чистится земля. И затем будет создаваться контур для цветника. В общем начало такой тяжелой работы положено, но будем создавать красоту. Итак, идет уже четвертый день подготовки территории для создания цветника. Делаем долго, потому что все своими руками. Стройматериал убрали, территория уже свободна. Вот, все вдоль забора, все в принципе чисто. Здесь осталось по мелочи все убрать. Долго очень думали, как же нам везти, чтобы перекопать всю эту территорию, потому что территория действительно очень большая. Только по длине забора здесь почти 30 метров. Земля дернина, целина. Тем более здесь стояли кирпичи уже два года. И все, конечно, земля вся страмбовалась. И конечно вот дернина эта. Думали и решили, что сейчас у соседей работает трактор. Он вспахивает им поле для картошки. И мы пригласим трактор, и чтобы нам хотя бы вот эту линию вдоль забора, эти там 30 метров, чтобы он нам вскопал фрезами этими. А уже та территория, которая вдоль фасада дома, это уже вручную мы здесь перекопаем. Ну, хотя бы нам перекопать здесь. Уже там траву я все выберу, граблями все сравняю, как бы все будет нормально. Потому что здесь, если копать все под лопату вручную, здесь можно упахаться и прямо здесь и лечь. Потому что очень трудоемкая работа. Сегодня пятый день нашей работы. Вчера приезжал трактор, вскопал все это поле. Я попросила, чтобы край фрезы заканчивался именно со стороны огорода. Ну, чтобы не лезла трава по итогу сюда. Там он, наверное, с полметра от забора не смог взять. Придется все это вручную прокопать. Но там всего лишь полметра максимум. Ну и тем более там вдоль забора проходит кабель. Ну, а здесь, возле фасада дома, конечно, он у меня не вскопал ничего. Во-первых, потому что у меня здесь уже растут хвойные растения еще с прошлого года. Это горные сосенки. Две штуки, нет, три штуки. И здесь ему нужно было разворачиваться и сюда идти. И в любом случае он не смог бы набрать... Ну, для трактора, чтобы вскопать, нужна скорость. То есть набрать обороты. А что здесь набирать? Вот она сразу сосенка. И вот здесь у меня поворот. В общем, мне вот эту часть фасадную дома нужно будет вручную вскопать. Я вчера вечером уже начала. Сделала окантовку, но шланг сейчас упал. Просто разложила шланг. Видите, он здесь ровненько шел. Вот таким образом, волной, я сделала границу. Просто взяла лопату и по линии шланга обкопала ее. Сейчас ее плохо видно. Вот, видите? Вот такая волна. Вот. Идет шестой день работ. Вот. Погода стала переменчивая. Второй день идут дожди, еще и жуткий ветер. А я в течение вчерашнего дня вскапывала эту территорию, которая находится перед фасадом дома. Ну, я думаю, что половина готова. Мне нужно дойти до конца этого забора, до этого столба. Это будет первая часть цветника, которую я буду облагораживать в этом году. Все остальное постепенно, потому что территория очень большая. Скапывается, конечно, тяжело, потому что это утрамбованная целина. Здесь никогда ничего не росло. Хотела попросить местных ребят, чтобы мне это все вскопали. Но они попросили такие деньги большие, что на них я смогу купить точно десяток растений. Поэтому я решила сэкономить на этом деле и буду делать сама. Сложно, трудно, ну а что? Сегодня я думаю, что дойду до забора, все это вскопаю, а завтра уже распушу все угроблями, вытащу все корешки и вершки, в общем зачищу землю. И уже у меня земля и эта территория будет готова к посадке первых растений. А сегодня уже утро седьмого дня моей работы. И так выглядит цветник с веранды дома. Идет отсюда от угла и волной будет упираться в тот дальний забор. Я вчера прокопала, но сил у меня уже не хватило на вот этот маленький участок зеленый. Я сегодня его прокопаю. И сегодня же у меня работа останется это програбить всю землю, растянуть ее, вспушить и подготовить полностью этот участок к высадке растений. Общей сложности, чтобы обработать вот этот участок, а он довольно-таки приличный, большой можно сказать, у меня ушло вот три дня. Сегодня как третий день я буду его обрабатывать. Конечно, это тяжеловато для женских рук, но хочу цветник. Доброе утро! Сегодня уже восьмой день моей работы и сейчас полшестого утра. Тот клочок земли мне помогли все-таки вскопать. Я растянула граблями всю землю, выровняла ее. Подвозить не буду, потому что сам дом и часть этого цветника находятся на самой высокой части участка. А уже эта часть цветника вдоль забора будет с перепадом, конечно, и землю придется туда подвозить. Вчера же я в черновую расстаивала, как будут высаживаться растения. Также закрыла черным материалом вдоль всего фасада дома. Это будущее отмостка. Не знаю, может быть, она будет осенью или только в следующем году заливаться. Этот красный кирпич тоже закроется декоративным материалом. Будет очень красиво. И сегодня у меня задачи такие. Это купить еще несколько хвойных, съездить в лес за хвойным опадом. Это для мульчирования и для посадки, высадки хвойных растений. И сюда еще перевезти несколько камней. Но они находятся здесь же на участке. Очень красивые камни. Они были выкопаны, когда копался фундамент этого дома. Вот, в принципе, на сегодня у меня такие дела. Высаживать буду все растения 9 мая. В России замечательный праздник. Это День Победы. А у меня будет такой небольшой День Победы, праздник. Потому что будут высажены все растения. И я закончу работу с этой частью цветника. Сегодня уже девятый день моей работы в цветнике. И сегодня же 9 мая. Я хочу вас поздравить с этим замечательным праздником. Пожелать вам чистого и мирного неба над головой. Я поставила петунью. Но ничего красивого еще не расставляла. Кашпо еще не подвешено. Потому что стройматериал. Ведутся внутренние работы в доме. Все это уберется. И красиво здесь у меня все будет на веранне дома. Потихоньку начала высаживать растения. Вот буквально этот уголочек я вчера высадила. Погода не дает работать. У нас жутко сейчас похолодание в Московской области. Идет дождь. Наверное, уже дня три. По ощущениям, плюс 8 это максимум. Плюс еще жуткий ветер. Хотела сегодня же все здесь высадить. Все уже закончится цветником. Но не получится. Буду высаживать в течение 2-3 дней. Погода, конечно, меня затормозила. Но ничего страшного. Получается все очень красиво. Мне нравится. Сегодня я высаживаю растения и хочу вам показать, что добавляю в посадочную яму. Сам процесс высадки я показывать не буду, потому что меня снимать некому. А вот что добавляю, я сейчас покажу. Здесь это для высадки хвойных всех растений. В соотношении субстракта я готовлю примерно один к одному. На дно закладываю щебень. Это как дренаж. Затем беру кислый торф фирмы Агробалт. Затем перепревшая древесина хвойных растений. Хвойный опад. И еще сюда смешиваю с моей родной землей, а у меня суглинок. Все это перемешиваю. Конечно же, поливаю и высаживаю все хвойные растения. Затем в приствольный круг я добавляю по 2 горсти. Это биогумус. Это биогумус готовят мои червесторатели. Можно было, конечно, и побольше добавлять. Но это все, что осталось у меня после высадки томатов, огурцов, перцев и так далее. Поэтому закладываю по чуть-чуть, а там уже будет еще биогумус. Еще добавлю. И так я высаживаю все хвойные растения. У меня также есть и гортензии и так далее. Все остальные травянистые растения я высаживаю в субстракт. Это перегной. Он уже, видите, как земля. И смешиваю с родной землей суглинок. У всех хвойных гортензий метельчатых рододендронов я приствольные круги мульчирую хорошим слоем хвойного опада. У лиственных кустарниковых в роли мульчи у меня будет щепа лиственных деревьев и перепрев шакунская подстилка. Всем привет! Сегодня 11 мая. Московская область. И прошло ровно 10 дней, как мы начали создавать цветник с нуля. Готова только первая часть, которая находится вдоль фасада дома. Вторая часть будет идти вдоль всего этого забора. Но мы будем создавать его в течение всего лета. Завезли землю на тот край участка, потому что там идет перепад. Но сегодня я расскажу вам за уже готовый цветник. Сам цветник идет волной. И также волна будет идти вдоль забора. В обрамлении камень. Это образцы. Сам карьер сейчас закрыт на самоизоляцию, поэтому камня пока нет. Ну и покажу, что я высадила. Высаживала все растения в течение двух дней. Конечно, мне помогали, потому что одному человеку очень трудно высадить растения. По краю цветника высадила голубую овсяницу. Я ее сама вырастила в этом году из семян. Здесь высажено почвопокровное растение. Это чабрец или чабр, я не знаю точно как называется, ползучий. Образует такую плотную пушистую подушку. Разрастается очень быстро. И можно использовать при приготовлении блюд. Здесь у меня посажена гортензия. Ванилла Фрейс. Смотрите, как она уже пошла хорошо. Отлично. Какую почву закладывала в посадочную яму, я вам уже показывала. Здесь миниатюрная розочка. Она совсем маленькая. Это розочка, которую продают в горшочках. Очень небольшая. была подарена 8 марта. Я ее сюда высадила. Нужно только обрезать кончики. По краю овсяница. Здесь овсяница заканчивается. Я высадила лаванду. Это прошлогодняя лаванда из семян голубой простор. Очень красивая. Так она вышла из зимы замечательно. Я ее обрезала. Показывала вам. Такие сейчас аккуратненькие кустики. Затем хоста. Очень красивая. Плотная листва с ребрышками. И контулочка такая салатовая. Красивая. Это хоста гибридная. Здесь у меня скульптура из камней. И высажены такие мелкие цветочки. Они не покупались. Это у меня растет на участке. Дикие цветы, в общем. И так я обрамила камушки. Горная сосенка. Также чабрец ползучий. Здесь чабрец. Образует такую подушку. Очень красивую. Меня в прошлом году угостила соседка. Соседка буквально выкопала мне вот такой кусочек. И вот в течение двух месяцев он разрушился. Я его просто разделила на три части. Замечательный почвопокровник. Дальше у меня тоже хоста гибридная. Очень красивая. Это которую я высаживала корневище на доращивание. Вот такая хоста. Тоже очень красивая. Названия даже не буду говорить. Потому что они очень сложные. Смотрите. Высаживала в горшок маленькие-маленькие корневищи. И сейчас уже полноценные прям растения. А здесь хоста. Они чем-то похожи, как будто одинаковые. Хотя сорта разные. И так же это хоста. Я их заказывала у фирмы. Надо бы вспомнить, какая фирма. И хосты обрамляют сосну, которая находится на штамбе. Сделали распорки. Чтобы дерево не шаталось. Потому что штамбик еще тонкий. Видите? Сосна просто замечательная. Смотрите, какая пушистая. Какие уже у нее шишечки. Это прирост. Дальше высадила пион. Пионов у меня два. Это мне два года назад буквально таким корешком подарили. И в этом году я надеюсь, что пионы у меня зацветут. Вышли они в этом году очень хорошо. Здесь также композиция из камней. В обрамлении мелких таких красивых цветочков. Очень мило и нежно смотрится. Также по всему цветнику высажены почвопокровные растения. Это седум, драгацблат. Это красно-розовый будет. В общем, раскиданы по всему цветнику. Затем в обрамлении. Здесь у меня голубая лаванда. А здесь уже лаванда белая. Это семена биотехники. Я ее высадила тоже в обрамлении цветника. Затем идет гортензия. Это ламелайт. Плохо, наверное, даже ее видно. Но она почему-то просыпается позже. Но почки, вот они зеленые, есть у нее. То есть живая. Но выходит она очень тяжело. Но посмотрим, может быть, все-таки она приживется. Следующий цветок. Это покупала у коллекционеров. Называется гвинария канадская. Очень красивое такое растение. Отцвело у меня уже, но не успела сфотографировать. Белые цветочки с большой такой желтой тычинкой. Днем они распускались, а вечером лепестки смыкались, образуя такие бутоны. Очень красиво мне понравилось. К сожалению, не сфотографировала. Здесь по центру высажена лиственница японская. Это не спадающая. Сорт Стив Виппер называется. Очень красиво. Одна из самых пушистых. Тоже поставили на распорке. Потому что штамп еще тонковатый. И чтобы дерево хорошо приживалось, оно должно быть зафиксировано. Я высадила в разбитый горшок лобелию, которую выращивала из семян. Таким образом будет здесь все. Шапочка такой красивая. Кустовая лобелия. Она уже, между прочим, начала цвести. Будет такого синего красивого цвета. Здесь камнями раз-два. Я просто выделила растения, чтобы не затоптать. Это паутюния. Два растения я приобретала у коллекционера. Очень красивая декоративная листва. Ну посмотрим. Дальше там опять Седум высажен. Пройду это. Еще одна гортензия тоже очень хорошо пошла. Называется Фрайс Мельба. Отлично пошла. Не знаю, даст она мне в этом году хоть один цветок или нет, чтобы посмотреть. Но это трехлетки якобы. Ну покупала, по крайней мере, как трехлетки. Так, чтобы не затоптать. Это камнеломка. Я ее все-таки высадила. Помните, я выращивала ее из семян. Вот что было, вот такими маленькими, я ее и высадила. Посмотрим. Надеюсь, что она у меня разрастется. Я ее прям кучками рассадила здесь. Не видно даже здесь, здесь. Вот видите, она у меня так везде посажена. Посмотрим, выживет или нет. Также высадила лаванду. Это немецкая линия. Я ее выращивала в прошлом году. И смотрите, тоже как она хорошо у меня пошла. Обрезала, конечно, это все. Вот эти веточки, они все зарастут. Кое-что я еще здесь обрежу, подчищу. И она будет вот таким шариком очень красивым. Вот. Лаванду нужно обязательно обрезать, чтобы убирать старые ветки. Так, дальше. Это морозник абхазский. Смотрите, как он мне выдал какую листву красивую. И уже второй раз цветет. Вот здесь три цветка уже засохло. И дает еще один цветочек. Очень красивое растение. Такое декоративное и необычное. Мне понравился. Дальше высажен радодендрон. Это вечно зеленый. Тоже коллекционера приобретала. Двухлетка. Сорт гаага. Вечно зеленый. Дальше камень опять у меня здесь заложен. И в обрамлении мелких таких полевых цветочков. Следующий радодендрон. Это листопадный. Называется Кастарианум. Все листики у него облетают. Остается вот такой, как цвет. И нарастают потом новые листья. Сейчас он конечно очень убого смотрится. Но я его видела у коллекционеров в живую. Очень красивый радодендрон. И еще один у меня радодендрон. Это полу листопадное растение. Это лидебура. Вот так. Тоже небольшое. Двухлетка. Также высажена лиственница на штамбе. Сорт корник. Смотрите, как она замечательно растет. Это уже лиственница шарообразная. То есть у нее крона будет расти чуть вверх и шариком. Но высоту она не должна превышать двух метров. Вот так пишут. Здесь у меня следующая гортензия высажена. Поларбир. Полярный медведь. Тоже очень тяжело выходит он после горшка. Но я вижу, что растение живое. Потому что идут листочки потихоньку. Ну прям очень плохо-плохо. Надеюсь, потому что я сажала хорошую землю. Сейчас отливаю растение. Надеюсь, что выйдут хорошо. Дальше у меня уже угол пошел вдоль забора. Также высадила это растение. К сожалению, я забыла его название. Не могу никак вспомнить. Но я его видела на картинке. Там сам горшок был не подписан. Потому что последнее растение я забрала. Но это тоже почвопокровное. Оно стелится. Тоже хорошо очень. Забивает сорняк. У него цветы такие розово-красные. Ближе к розовому. Посоветовали его купить. Название помнила. Пока доехала до дома, я его забыла. Надо было записать при покупке. Дальше стелющийся мальжевельник Плю Чип. Тоже хорошее растение. Невысокое. Стелющийся. И разрастается 1,5-2 метра. Хвоя у него голубоватая. Красивый. Здесь у меня вот второе растение. С которым у меня с названием очень плохо. Тоже было не подписано. Я его купила и не записала сразу. И теперь я не знаю, что это за стелющийся можжевельник. Но очень приятный. Крона у него очень плотная. Смотрите, прям ковром. И тоже разрастается на около двух метров. Хорошо забивает сорняк. Не растет. И вот такого зеленого цвета. Хвоинки очень мелкие. Такой полуколючий. Не сказать, что колючий, но и не мягкий. Отличное растение. Смотрите, уже какое взрослое. Здесь тоже камень в обрамлении цветочков. Это Барбарис Ред Леди. Это выбрал у меня ребенок. Захотел Барбарис. Понравились ему листочки. Они красные. Ягодки тоже потом будут. Цветет уже на бутонах. Высадила возле забора. Отступила чуть больше метра. Потому что у нас там заложен кабель. Это Блю Роу. Скальный можжевельник. Люблю я скальный можжевельник. И особенно сорт этот Блю Роу. И также здесь скальный можжевельник. И здесь. Вот они у меня закроют вот эту часть прохода между домом и забором. А здесь у меня закроют вот эту железку. Будет расти вот так. Высадила мискантус здесь. Тоже уже, видите, пошел хорошо. Только почувствовал землю уже. Вот этот отросток он буквально дал. Вот я его вчера высадила. И сегодня утром уже выгнал вот этот отросток. Мне писали зрители, что его нужно ограничить. Я это сделала. Согласна. И здесь высадила буквально тоже вчера это чебушник. Ну, по-простому мы его всегда называем жасмин. Ну, говорят, это разные вообще растения. Жасмин и чебушник. Ну, вот такой. Когда-то его мама привезла буквально вот такой, наверное, веточкой. Так вот он вырос уже. Высокое растение, больше двух метров. И высадила его вдоль, рядом прямо с забором. Сделала небольшую ямку, потому что копать там глубоко нельзя. Ну, вот, в принципе, весь мой цветник. Так. Основание я ничем не закрывала, я имею ввиду, никаким черным материалом. Здесь у меня все закрыто очень толстым слоем конской подстилки. Вот земля мой с углинок. И вот подстилка конская. Сорняк, конечно, согласна, он будет пробиваться. Он здесь никуда не деться. Но, в любом случае, с подстилкой он так не будет забивать здесь растения. Все-таки он будет медленнее расти. Ну, и надеюсь, что скоро будут все-таки разрастаться почвопокровные. Возможно, что я еще буду их подсаживать, чтобы они закрывали именно землю и не пробивался сорняк. Вот так выглядит мой цветничок. Не знаю, показала ли горная сосенка. Высаживала ее в прошлом году на этом месте. Смотрите, как она хорошо у меня пошла. А высаживала буквально... Сейчас покажу. Вот такой веточкой одной. Так она разрослась хорошо. У меня в этой части три сосны. Здесь, здесь и там. Та хиленькая, потому что сажала более жирную землю. И она там чахла. Поэтому пересадила сюда всю глину. И она, я думаю, оклемается. Вот так выглядит теперь мой цветник вдоль фасада. Всегда мечтала выйти. Здесь открытая веранда. Не смотрите, там стройматериалы, потому что ведутся работы в доме. Там все уберется. Здесь, видите, я уже потихоньку выставляю свою питунью. Повесила подвесные кашпо. Все будет там красиво. И я буду пить кофе. И смотреть на этот цветник, любоваться. Второй день, как я уже отпаиваю все растения. Три дня буду поливать каждый день. А там уже чуть-чуть пореже. Потому что растения только-только высажены. Надо, чтобы они хорошо сейчас укрепились, прижились. Красота! Мне нравится мой цветник. Создавала его сама, лично, по своему вкусу. Изначально, так как цветник очень большой. Я не знаю, сколько здесь соток. Растений здесь высажено, как видите, довольно-таки много. Я рисовала план, конечно. Но уже у меня от плана я отошла чуть-чуть. С изменениями. Но сейчас, мне кажется, он получился еще лучше. Цветник создавала по принципу, знаете, не люблю очень много цветущих растений. В плане такие деревенские миксбордеры, цветники. Хотела, чтобы было все-таки зелени больше, чем цветущих растений. Вот как-то так. Мне это очень нравится. А вот в эти технические зоны, допустим, да, вот когда гортензия, она вообще же долго выходит из зимы. Вот сейчас май месяц, она вот только начала, да, цветочки, листики свои появляться. И вот в эти технические зоны, открытые, чтобы все это скудненько так не смотрелось, я буду высаживать луковичные нарциссы, тюльпаны. Чтобы пока гортензия отходит, выходит из зимы, у меня здесь было немножко цвета. Ну вот, в принципе, и все. Все было очень трудоемко, тяжело, но оно того стоит, чтобы получить то, что я себе задумала, и то, что я захотела. Еще хочу сказать насчет цветовой части этого цветника. До двух часов здесь светит яркое солнце. После двух падает тень от дома, получается цветник в тени. А та часть будущего цветника, она всегда солнечная. А у меня на сегодня все. Я вам желаю всего самого хорошего и всем пока!